Доброе утро, мои дорогие! Вот сейчас наступает время. Мы все готовимся к Новому году. Обычно начинаем готовиться с ноября. Подарочки готовим для своих родных, близких. И становится очень актуальной тема для украшения коробочки, украшения подарка. И вот сегодня я тоже вот этой темой задалась и решила поэкспериментировать с разным наполнителем для подарка. Вот сегодня я уже попробовала сделать наполнитель. Это вот из пергаментной бумаги. Такой очень приятный цвет. Наполнитель такой тоже нежный, красивый. Это вот голубой из бумаги для принтера. Они бывают разных цветов. Вот голубой, розовый. Тоже очень нежный, такой очень красиво смотрится. Сейчас мы с вами посмотрим, как можно это использовать. Вот такую коробочку. Такие коробочки я приобрела для подарка. Они такие очень легко складываются. На камере неудобно. Ну, в общем, вот такие вот. С таким окошечком. Они такие маленькие, но очень удобные. И очень красиво смотрится здесь мыло. Я вот сейчас вам покажу, как будет смотреться такой наполнитель в коробочке. Вот. Розовый. Вот такой мыльца у меня. Вот такой. Вот так красиво будет смотреться мыло в такой коробочке вот с таким нежным наполнителем. Вот такое вот мыльце. Желтое. Ну, для желтого, наверное, розовый не очень красиво смотрится. Сейчас можно попробовать голубой. Голубенький. Для желтого мыла. Да, будет очень красиво. Такой наполнитель. Такое мыльце. Тоже будет очень красиво. Также и бежевый наполнитель тоже приятно смотрится. Можно смешивать цвета. Смотрите. бежевый. Тоже очень красиво будет для мыла. Вот такое зелененькое мыльце. Вот с таким наполнителем из пергаментной бумаги очень красиво будет смотреться свечи. Ручную работу. Смотрите. Такая коробочка я приобрела в фикс-прайсе. Это для более такого объемного подарка. Смотрите. Такая глубокая. Такая глубокая. В нее можно тоже очень красиво упаковать. Какой-то подарок. Также вот свечи можно положить в коробочку. Смотрите. Тоже будет очень красиво и оригинально смотреться. Такая коробочка. Я вам хочу показать, из какой бумаги я делала этот наполнитель. Вот бумага для выпечки. Это пергаментная бумага. Я думаю, у каждой хозяйки найдется такая бумага. Еще я делала наполнитель. Хочу попробовать сделать вот из такой вот бумаги. Это оберточная бумага. Такая вот черная. Упаковочная тоже для подарков. Она тоже будет очень красиво смотреться. А также хочу попробовать из обычной цветной бумаги. Вот лист обычной цветной бумаги. Но лучше, я думаю, делать из двухсторонней бумаги. Видите, она с одной стороны белая, а с другой цветная. Поэтому я хочу попробовать. Еще не пробовала, но хочу поэкспериментировать. Как же будет смотреться такой двухцветный наполнитель. А вот одноцветный, это можно из бумаги из принтера сделать. И также вот из цветной бумаги, которая с двух сторон одного цвета. Сейчас мы с вами будем пробовать, что же у нас получится из этой бумаги. Какой наполнитель. Мы берем бумагу и складываем ее гармошкой. Так. 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 Гармошкой. Так. 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 самая такая вот оптимальная ширина. Вот мы дорезали до конца. Это убираем. И берем этот наполнитель. И просто его вот так вот в руках перебираем. И он у нас сам расправляется. Видите, очень интересный получился такой чёрный наполнитель. Просто в руках перебираем его. Не надо расправлять каждую полосочку. Они сами легко, видите, расправляются. Очень легко расправляются. Этот наполнитель, я думаю, красиво даже смотрится просто. Если его даже не просто, как делают девочки, сминать, а просто даже вот расправили, и то он уже красиво, смотрите, смотрится. Вот так вот в коробочку ложите. Он уже красиво смотрится. Даже если его не делать таким гофрированным. Потому что эта бумага уже была помята при упаковке. И она уже смотрится красиво. Но мы с вами попробуем вот так смять комочек и расправить. Он у нас получится уже более такой гофрированный. Вот такой более гофрированный наполнитель у нас получился. Видите? Ну, кому как нравится. Хотите гофрированный, значит, нужно его помять. Хотите более такой прямой, можно его не мять. Вот сейчас попробуем мы, как тут будет смотреться, например, свеча. Ну, думаю, красиво будет смотреться. Вот так вот. Вече тоже оригинально смотрится с черным. Тоже неплохо. Также вот попробуем мыльце. И мыльце будет тоже неплохо смотреться. Вот такое мыльце я приготовила. Смотрите, интересное. Динозаврик. По-моему, нормально, красиво, с черным смотрится. Такую бумагу для выпечки отрезаем небольшой кусочек. Мы отрезали вот такой кусочек. Теперь берем эту бумагу. Сминаем комочек. Расправляем ее. Хорошенечко расправляем. И так же сворачиваем гармошкой. И начинаем нарезать по 3 миллиметра. 3 миллиметра мы режем вот такие полосочки. Можно 5 миллиметров. Больше или меньше они будут смотреться не очень красиво. А вот именно ширина 3-5 миллиметров будет смотреться красиво. Вот мы дорезали. Теперь берем просто руками. И они у нас сами расправляются. Не надо каждую в отдельности полосочку расправлять. Видите, они очень красиво вот сами расправляются, тянутся. И у нас уже готовый наполнитель. Даже не надо его сминать, потому что мы его бумагу, этот листочек, помяли. И он уже у нас как будто гофрированный такой получился. Без мятой бумаги. Он уже красиво смотрится. Смотрите, как он будет смотреться в коробочке. Вот такой мыльце. Можем положить. Вот очень будет красиво смотреться. Но можно его так вот тоже помять в комочек еще раз. И он будет еще более такой волнистый, когда мы его уже расправляем. Видите, он уже получается более такой гофрированный, как будто из гофрированной бумаги. Вот у нас такой кудрявый уже начинает получаться. Вот такой наполнительный у нас кудрявый получился. Вот. Положим сюда свечу. Тоже красиво будет смотреться. Теперь будем пробовать. Вот из такой глянцевой цветной бумаги, которая у нас с одной стороны белая, а с другой коричневая. Так же ее гармошкой складываем. И так же нарезаем. Так же берем ножницы и нарезаем 3 мм. Я думаю, что эту бумагу нужно было тоже помять сначала, потому что она какая-то более жесткая. Ну, сейчас попробуем, что у нас получится из такой, из немятой бумаги. Я нарезала бумага. Видите, так-то она красиво смотрится. Мы ее берем так вот тоже, расправляем. Она получается двухцветная. Даже очень оригинально будет смотреться. Но надо, наверное, было лист сначала лучше помять, потому что так наполнить он как-то более жесткий. Но мы сейчас его помнем и посмотрим, что у нас получится. Вот так мы его хорошенечко помнем, чтобы он был мягенький. И начинаем расправлять. Ну, я думаю, что неплохо. Можно экспериментировать с разноцветными наполнителями из разноцветной бумаги. Тоже неплохо. Давайте попробуем, что будет в коробочке. Ну, думаю, тоже оригинально. Вот такой наполнитель будет смотреться оригинально. Допустим, с мылом. Ну, думаю, неплохо. Вот такой вариант. Наполнитель из ленточек, из узких можно сделать. Тоже можно оригинально украсть подарок. Допустим, свеча. Тоже неплохо смотрится. Тоже как вариант. Оригинально будет смотреться мыло, например, на кусочки фатина. Отрезать фатин можно любого цвета. Жесткий фатин у меня. Я думаю, можно также и с органзой поэкспериментировать. Она, вот видите, как блестит красиво. Тоже как вариант можно использовать. Ну, вот, дорогие друзья, я поделилась с вами сегодня вот такими разными способами, как можно украсить свой подарочек для родных, для близких. Вот с разными такими наполнителями разных цветов, из разных материалов. Пишите в комментариях, у кого есть еще какие интересные способы для украшения подарочков. До новых встреч, друзья!